в общем кратко про сегодняшний день вы на канале юни найн с вами стак звучит очень странно и непривычно от меня в общем я пришел на то же место подснял в историю работу она прикольно висит довольно высоко довольно круто смотрится какие планы на сейчас в общем я грунтую стену выбрал вот этот участок выбрал это место потому что там очень грязно вот и как бы секундочку просто задница вот надо было кожаный надеть но я чё-то глупил сейчас подготавливаюсь немножко расчищаю участок и будем о чем-то с вами болтать может быть о чем-нибудь поделюсь с вами чем-то расскажу сегодня мысль следующая я рисую темную заливку с белым контуром в общем что у нас на сегодня есть валик палка будем закатывать фон дома сколько было сделала полтора литра смог вылить воде эмульсии разбавил ее колером был только черный получил почти очень очень светлый серый короче я делаю уже так у меня обычно никогда не нравится но у меня вот единственная краска которая осталась и колю цвета на заливку будут в основном всякие синие в общем то вот они лежат но это уже по ходу дела вот еще еще добавлю не было ванночки под стать а так как здесь видите одна грязь и некуда наливать обычно пол наливает сделать такую из чипсон типа принглс и всего остального принципе она отлично подходит буду катать потому что нет возможности как бы раскидываться краской какую-то такую штуку надо было сделать в общем-то чего-то нужного или важного я вам особо не скажу про закатку потому что сам это мало понимаю понял для себя только одно что очень удобно ходить с палкой красить в остальном я помощник так себе если вдруг у вас есть какие-то советы буду рад послушать сейчас посмотрим что у нас получится из этого во-первых из этой ванночки в которой я немножко перелила из нее теперь все выливается а что-то перебор ну закатывает и ладно пыльно конечно ужасно прям вот видно пыли ну и в лицо мне все летит конечно закатаю насколько хватит по высоте может быть вообще доверху дойду чтобы красивее было посмотрим сейчас прокатая сначала зону в которой буду красить там уже дальше разберемся в принципе так скажем что за это время очень сильно облезла стена и можно было вообще ничего не закатывать и так нормально выглядит стена сама себя за годы почистила ну ладно уж коль уж есть краска использую сам интерес что я сейчас закатывал в принципе одной из первых работ который здесь появилась она все равно спустя год вот время идет она все равно ли себя остается то есть все слои снимать сходят а вот этот самый первый остается вообще я смотрю краски довольно таки много так что все окей единственно я не взял кисточку лишний раз лучше взять вот подобные фиговые стены ими прокрашивать есть такие места куда просто валиком не подберешься спалка куда удобнее рисовать надумаете брать берите обязательно они такая дорогая стоит 150 рублей по разной цены есть я хотел взять сначала палку для мытья полов но нафига я буду переплачивать а деревянная сломается еще это как бы металлическая она хоть и полая но не все равно ресурс намного больше у них обычно ручки ломаются тут ручка вот это она может сломаться вот в основании кстати я красивый красота весь в краске вообще валик какой-то нашел дома я думал придется магазин идти все покупать повезло нашел дома не пришлось никуда идти поехал прямиком на стену а буду кстати все не делать не стак асна ну или ась не знаю пока посмотрим чем захотелось старенькое сделать ну вообще по разнообразии я еще без кича пошел задумка есть не знаю что получится можно в принципе стать краски много слоя 2 даже пройтись мне кажется а еще раньше всегда брал узкие эти валики то есть вот это довольно широкие не максималку максималку вот такую я видел ну который я видел смысле обычная брал себя вот такие и намного меньше по диаметру ими конечно намного дольше катать но бывает по-разному 2g катают вокруг работы не как я сейчас делаю когда вокруг работ катаешь обычный норм ну все равно запарный неохотно это время тратить отнимая самую любимую часть я куда я как бы вот ходил один год мы почти все или это проходили красили водоэмульсии то есть закрашивали шрифт водоэмульсии уже контурили банками и чё-то мне честно скажу вообще не понравилось не знаю нет удовольствия как бы на граффити до итог но мы же не за итогом вроде ходим все это делать ну и только я что же важно но ведь процесс тоже хочется интересный поэтому никогда денег нет это конечно лучший вариант знаете чем дома сидеть ждать когда там деньги свалится лучше пойти купить водоэмульсии тоже ведро ведро даже самый дешевый водоэмульсии чисто для фотки так скажем сделать и потом забыть потому что ее смоет как вот эту водоэмульсию по итогу смоет 500 рублей максимум при этом можно ходить красить просто на протяжении там всего лета можно купить как бы например это как вариант я вам рассказываю купить например три колера там красный оранжевый желтый ну или там два колера намешать оранжевый один уж сами смотрите и это все ходить заливать как бы можно и кисточкой делать интересные заливки все от вас зависит сейчас короче немножко жду пока подсохнет и пройдусь еще по одному слою чтоб плотничком все закрыть сохнет долго в общем пока стена сохнет давайте пройдем по очевидным вещам во первых стоило взять вторую пару перчаток потому что есть сейчас водоэмульсии ну так если вы просто рисуете вам по барабану как бы какая разница в этом банку испачкайте или нет мне тоже с камеры приходится париться это на эту проблему у меня есть банки на всякие эффекты на основную заливку вот этот акрил который 50 рублей стоил но это вот основной цвет будет мне кажется его должно хватить всякие эффектики темным цвет есть цвета на фон и на контур будет белого цвета на фон там светло-светло-розовый какой совет очередной раз я даю берите банку которую вы не будете контурить и который не будете заливать это самые важные банки можно взять например банку которую вы не будете использовать друг такую взяли берите банку на приз бликов можно взять но это опять же тоже блики можно растянуть очень надолго и не знаю ну самый такой вариант отберите банку с аутлайна почему не брать банку с контур потому что контур самая важная часть если у вас не останется краски вы ничего с этим сделать не сможете если у вас не останется даже краски на заливку вы хотя бы сможете просто проигнорить этот момент и там оставить на при пустыре сказать я художники атакую а без контур вам придется сюда опять приезжать там доделать все такое опять же неизвестно куда ехать может вообще с москвой заказать все же по-разному делать а заливки почему не брать потому что есть иногда сложные элементы в буквах которые приходится точить может получиться не очень хорошо ничего не останется то чтобы сточить буквы они будут кривые так что это тоже надо учитывать я сегодня в принципе налегке пошел за одну сумку последний раз ходили красть видео вы чуть попозже увидеть я брал с собой три сумки я конечно жутко устал я вот в этот раз еще должен был идти с пакетом с красками додумался перелить все в бутылку полтора литра получилось классно еще но потом останется свет конечно такой довольно странный ну я хотел сказать на халяву ну нет кстати про водоэмульсию советую брать какое-то большое ведро привозить его домой покупайте еще если если я не вспомню сейчас я вам картинку ставлю а воронка воронка вот берите воронку берите там бутылки на при воду попили простую сладкую еще какую-то и переливайте туда так намного удобнее таска чем постоянно с собой ведро ввозить тем более 115 или там 20 килограмм какой уж вы возьмете намного проще так про валики ванночки там уже по своему усмотрению то есть можно взять как самая маленькая потому что она полезет в сумку и спокойно можно это все с собой переносить так можно брать и большой таскаться с пакетом то есть по-вашему смотреть просто одно это время экономит другое это экономит место может быть деньги потому что стоить может дешевле потому что такие штуки иногда продаются фикс прайсе но смотрите нас на свой страх и риск там очень плохие валики что стоит добавить еще прокраску потому что я надо хорошо размешивать чтобы как и не засорить так что как вот указано на краске три минуты стоим пусть это будет три минуты ладно я устал со мне что краски мешать хан попробуем мысля конечно есть но вот выйдет ли это мысля на стену еще посмотрим так давайте посмотрим так вот здесь бы я немножко поменял форму буквы были на этом саботажей воняет про заливку кстати могу что сказать заливайте в одном направлении тем более это вот такая какая дешевая краска чтобы у вас нормально выглядела ваша заливка видите тут она ну вам-то не видно там не видно что она немножко просвечивает и будет видно кто как вы заливали если вы будете заливать каплятам в разных направлениях будет выглядеть некрасиво не аккуратно и непрофессионально благо так скажем это у меня просто основной цвет в заливке и всякие фишки я буду делать всяким артоном и как бы не так страшно что сложно будет прорабатывать детали это тоже кстати довольно важный момент что стоит не стоит брать все самое дешевое потому что не всегда мне кажется получится на скиле вывести учитывайте если у вас более сложные формы приводить цветом заливки я вам не советую лучше берите какой-нибудь другой цвет иначе у вас вообще ничего видно не будет у меня очень простые формы не парить стою закрашиваю все тем более видите у меня разделено здесь будет один цвет здесь другой и как бы все нормально если кто-то мне потом напишет что сладенькая для меня ну так скажем не всегда хочется делать какие-то прямо вайлды вайлда потому что можно и что-то прикольное сделать и с обычным баблом почему я именно эту работу делаю но что-то такое что я придумал ну во первых я придумал да очень логично понимаешь эти цвета придумал именно по такой вот такие формы поэтому что такое я и делаю сейчас вот не торопитесь быстро не заливайте проливать все аккуратненько плотная заливка была хорошая но если у вас соответственно фаткап на при тем же фаткапом так медленно водить не придется с плащением она все-таки подходит концу но это логично что ее на дольше не должно было хватить блин а у меня целых три банки нормально хорошо запасся я кстати помню но где же видите клапан какой то есть он здесь с пипочкой я уже рассказывал что для таких банок есть переходники не знаю насколько они сейчас продаются еще где-то раньше я видел но не у нас конечно за границу не интересно до сих пор такие продаются не то чтобы они мне нужны были переходник на обычные кэпы типа можно там еллу поставить еще чего-нибудь я так подозреваю что он еще подсох не надо будет пролить посильнее потому что чем покажу это не как красиво все выглядит вот так вот он вся крива идет но я так понимаю это все таки его поведение по мокрому потому что сами понимаете акрил водой корей всего размывает но это по логике я же рисую дома акрил и вот так он себя ведет ну артон шикарен тут бесполезно сравнивать вообще пофигу мокро там сухо он пошел в жопу я все аккуратненько подсточить чтобы это выглядело получше а то она выглядит немножко топорно блин я подстрелся меня башками разными сменил на барновата надо было ближе к лету как и можно капюшон конечно одеть но у меня некуда зацепить петличку и она будет слишком близко к моему рту я так боюсь что со звуком беда потому что иногда задевают подбородка микрофон но тут тоже видите вместо стрелка с буквы сочетается можно прям вот очень тоненькую линию этого оставить чтобы видно было где проводить такую чтобы если что потом или пара красить можно было или прям там контуром закрыть все иначе может просто потерять элемент который сами же нарисовать тем более если то приставил кстати говорю стал тема такая можно просто забыть что логично на скетчем можно поглядеть в любой момент у вас так скажем и шпаргалка стояла он вам такой возможности не дает блин так хорошо без одежды в балахончике я вообще больше люблю вот именно что в балахоне ходить что красить что ну вообще в целом находиться в нем мое лучшее состояние но украсть вот серьезно я больше люблю эти балахоны вот стена чем прикольно конкретно наверное аэрозоль что можно прям в последний момент что-то выдумать прям крутое и добавить это потому что сами понимаете а разоржи все перекрывает тем более как он тот же самый артон вообще все перекроет вам делайте что хотите ну например также фишка акрила но акрил мне кажется в меньшей мере ну тоже вообще в целом наверно граффити сам узнаете даже вот так бы я сказал что очень круто тем что можно придумывать любой момент нужно я бы сказал нужно придумывать любой момент ходить по бумажке дело хорошее но вот если у вас голова и еще и так варит вот это это вы сильный артист граффити артист вы как я обожаю делал к это тоже буду делать ближе к лету видео пока это просто возьму все разберу ну как для себя больше конечно можно же еще видеть разберу все кэп и найду лучшие для себя не знаю будет ли что-то лучше чем делал кэт но все же мне насрать что на youtube куча видео на эту тему у меня на канале нет видео на youtube очень много всего и придумать что-то прям невероятно новое сложных в общем чай для себя решил я подозреваю что голубой с белым так себе цвета контрастов так что я сразу предпринимаю решение сделать такую вот фишку было очень оригинально поставить именно так камеру я конечно понимаю что у вас здесь огромный блик еще и ветка прямо перед глазами но сделать закройте один глаз может ветку не будет видно короче такое дерево сгоревшие стоит полин похоже на человека я уже два раз туда посмотрел два раза обосрался раз не хочу больше туда смотреть как я уже не раз говорил очень много решает контур даже при условии что у вас может быть довольно дерьмовая заливка если у вас крутой контур вы на коне у меня не самая набитая рука в этом плане поэтому я сейчас все чаще и чаще ходить рисовать чтобы выбирать скилла в этом направлении фараба пара бы ладно чего в ровном перейти контуру ладно погнали я уверен в себе вы уверены во мне никто не уверен ни в ком все начинаю взяли яйца в кулак начнем с буквы с нет я боюсь ладно начнем от отсюда буква да давай 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 сучка я готов давай так буквы n да давай буква n так буквы n я готов я готов сучка а я не достал а можно при этом писать как бы нет как бы не лишним было в принципе я такую хотел сделать без шуток окей ладно давайте поздерим чего нас вообще тут вышло все криво все косо все некрасиво хорошо очень хорошо мне все мне все не нравится можем идти домой так рука устала это жесть ну клапан конечно очень жесткий у этого артона артон тема такая так ну можем подточить что-нибудь можем нахер ничего не трогать и не портить тоже хорошая мысль не ну кстати неплохо вот широкий контур делаешь и в принципе многие твои косяки они начинают теряться поэтому если вы как и я кривожок и делаете широкий контур может быть у вас это спасет может быть потому что можно быть еще большим кривожу кривожопиком тогда вас не спасет ничего провел небольшой прямой эфир там все и рисовал всем кто был большой привет пишите в комментах если вы приходили буду рад прочитать а то я не всех заметил там не так удобно было смотреть вот сделал такие элементы прям вывезли эти элементы прям знаете вот сделали очень шикарными эти буквы такие элементы то есть мне есть еще один более розовый цвет он менее плотный но посмотрим через него получится в принципе я уже смотрю получается неплохо единственно что он немножко течет это проблемка конечно мы мы с ней попробуем смирить в этой банке тоже очень довольно жесткий клапан устает немного рука терпимо но есть как бы до такой момент хотя за 112 рублей вообще есть смысл выпендриваться не очень понимаю что скажу в заключении во первых катайте область которым но на котором будете рисовать больше чтобы на фотографии вот именно только ваша работа была это очень красиво выглядит во вторых широкий контур спасает принципе ваш внешний вид это для тех людей у кого плохо получается с тонким контуром у меня вот частенько так у меня вообще раз на раз обычно вот хорошо как на пристой работ иногда вот так я не сделал в этой работе окна которые есть в букве я не захотел я так увидел работу я так и и сделал здесь на мой взгляд не хватает аутлайна черного прям знаете вот такого идеально черного да у меня есть вот этот темный зеленый но я наверное может быть боюсь все засрать это во-первых во вторых мне не знаю мне почему-то нравится так как это выглядит еще когда еще 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 когда ходите красить в подобную погоду одевайте или я не знаю обувь кожаную или какую-то такую там не знаю сапоги или еще что точно не будет промокать потому что блин я ведь я весь как бы мокрый у меня все грязно грязный фиг с ним я мокры у меня ноги очень замерзли за это мне придется сейчас как бы домой прям добираться я очень грязный берите палку для удобства когда рисуете потому что палка реально удобнее потом тема смотрите наверное что я неправильно сделал это расположение цветов а правильнее вообще по логике было бы наверно расположить голубой сверху темный снизу потому что если источник света брать то она так здесь это скорее тупо заливка это без каких-либо источников света да и вот наверно как то так я очень довольна этой работой она мне очень нравится она обалденно не реально прям я чё-то не влюблен я даже хочу еще раз пойти посмотреть на нее на камере есть конечно какие-то погрешности странности поставлю вам поближе я теперь стал добавлять я теперь обычно добавляю фотографии качественно фотографии к себе в группу кидаю ссылку в описании так что чтобы не потерять во первых подписывайтесь на мой паблик и на канала кстати не забудьте лайк тоже не забудьте поставить вот подписывайся на мой паблик чтобы быстро найти эту фотографию если вы вдруг спустя много-много лет смотрите это видео там скорее всего живая ссылка будет в описании на качественную фотографию этой работы так что заходите смотрите ставьте там тоже лайки везде ставьте лайки больше лайков королю лайков я все больше начинаю себе так скажем нравится в том плане что он мне нравится то что я делаю я доволен тем что у меня в принципе получаются работы которые я хочу от себя видеть и это это не может не радовать потому что я в принципе шел примерно с такой задумкой и в принципе я ее сделал это круто так что учитесь ребята это самое главное чтобы не было такого как у меня что спустя много-много лет вы грустите от фиговых работ грустите от того что вы я смог да у вас не должно быть да я смог сделать хорошую работу вы должны прийти и делать хорошую работу каждый раз на повесе столько рисуете так что уделять если вам это дело нравится то уделяйте ему больше времени а то как учиться я буду вам рассказывать в течение всего дальнейшего времени то как экономить на этом рисовании я также буду вам рассказывать так что впереди еще много всяких видео много всяких подсказок которые я смогу вам дать то что вы мне сможете дать так что будем обмениваться я буду рассказывать больше аудитории будем помогать этой культуре становиться еще известнее еще круче и а на этом спасибо что посмотрели видео подписывайтесь ставьте лайки на паблик подпишитесь запомните все в мелочах и эта работа тоже состоит из них пока и